Дупстейлз Могу я спросить, Коя, о чём? Конечно, котик, о чём? Я слышал, тебе нравится Лука, но... Стой, стой, что? Кто тебе сказал это? Один человек сказал. Ну так скажи этому человеку, что он ошибся. Мне нравится другой. Лука милый парень, но есть другой. И кто этот счастливчик? Почему тебе так надо это знать? Ладно тебе, мы же друзья. И ты же знаешь, кто нравится мне. Все знают, кто тебе нравится, кот. Даже на леди блоге есть. Знай, ты можешь доверять мне. Ну скажи мне, кто он, ну пожалуйста. Ладно, я скажу тебе. Этот парень супер классный. Он добрый и милый. Он приятен с каждым. Всегда с улыбкой на лице. И несмотря ни на что, всегда готов помочь любому беде. О, как же мило звучит. Можешь не продолжать. Я знаю, это я. Верно, принцесса? Нет, глупый котик. Это Адриан Агрест. Оу, щит. Это ж я. Тебе нравится? Да. Но если ты знаешь его, пожалуйста, не говори ему. Я сама это сделаю. Однажды. Я просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чувак, эта вечеринка просто отпад. Спасибо, что пригласил нас. А, да, без проблем. Мой отец никогда не организовывал вечеринок на свой день рождения. Но это очень круто. А вы видели, Маринет? Так, так, так. Ты же знаешь ее. Она всегда опаздывает. А зачем ты ее ищешь? Прекрасный принц. Ну, я сказал ей, что сегодня придет много известных дизайнеров. И я смогу представить им Мари. Ну, ты ведь знаешь, как она талантлива. Ага, точно. Я-то знаю. В нашем Мари такой талант. Ух. Божечки, смотри. Она выглядит потрясно. Да? Куда это он? Мне кажется, ты его запугала. Знаешь, тебе нужно поговорить с ним. Отбрось страх. И не стесняйся. Он же просто парень. Как ты думаешь, он влюбится в такую талантливую, фантастическую девушку, если даже не знает этого? Я не обещаю тебе, что он полюбит тебя. Но если ты никогда не попробуешь, ты не узнаешь. И он тоже. Кот прав. Я просто должна быть с собой. Успокоиться и поговорить с ним. Этот месяц был невероятным. Я так много узнала о нем. Мы стали близкими друзьями и разделили столько прекрасных моментов. Это просто парень. Сегодня я не буду бояться. Просто веди себя, как обычно, Маринет. Будь крутой. Может, сегодня я признаюсь в своих чувствах к Адриану. И мы поцелуемся во время танца. Поженимся. И у нас будет трое детей, красивый дом, хомячок и две собаки. И... Маринет? Не бойся. Я поймал тебя. Как ты? Лука? А что ты здесь делаешь? То есть, я хотел сказать, все в порядке. А, да. Музыканты не пришли. И МС Агрис попросил меня сыграть сегодня. Правда, классическую музыку. Но тоже круто. Я не думал, что ты здесь будешь. Мари? Я надеюсь, если все пойдет хорошо, ты подаришь мне один танец до конца вечера. Ладно? Ладно, Лука. Увидимся позже, мама-мама, Маринет. Скажешь, если тебе понравится эта музыка? Скажу, Лука. Аля, ты видела Адриана? Он обещал меня представить каким-то дизайнером. О, так это была правда. Ну, кажется, я испугала его. Но, может быть, он пошел в уборную, потому что съел слишком много камамбера. Что ж, загляну в его комнату. Может, он там? Пожалуйста, моя леди, возьми трубку. Ты же сегодня патрулируешь. Пожалуйста. Нет смысла в трансформации. Мне нужно с кем-то поговорить. Плак, спрячь когти. Барень, ты спятил? Сидеть тут без костюма чертовски опасно. А если с тобой что-то случится, кто будет кормить меня камамбером? Я не знаю, что делать, Плак. Я не знаю, что я чувствую в Мари. И, кажется, мои чувства к Леди Баг никогда не исчезнут. Я не хочу причинять боль Мари. Она мне нравится. Но почему все так сложно? И почему она сказала, что ей нравлюсь я, если ей вообще Лука нравится? Как знакомо звучит. Не находишь? Слушай, почему бы нам не вернуться? Я знаю, что твоя любимая супер важна для тебя. Но твои друзья пришли, чтобы помыть с тобой. Включая Маринет. А я хочу еще больше камамбера. Ладно, идем. Плак, выпускай когти. Тебе не следует тут находиться, Маринет. Ты можешь подождать, пока Адриан вернется в гостиную. Но, Чики, мне нужно найти его. Наедине мне будет гораздо легче признаться в своих чувствах. Адриан, ты тут? Видишь, я же говорила, нет его. Тише, Чики. Может, он в туалете? Адриан, ты там? Это я, Маринет. Маринет, что ты тут делаешь? Ну, я искала тебя, потому что хотела поговорить кое о чем. И, видишь ли, со мной это уже давно. Я хотела сказать, что... Прости, я немного нервничаю. Ты, наверное, ничего не понимаешь. Давай начнем еще раз. Перейду сразу к делу. Адриан, я люблю. Я знаю, тебе нравится Лука. Да. Что, прости? Почему все так говорят? О, ну, я не знаю. Может, потому что все видят особую химию между вами. Я видел вас двоих в гостиной. Ты смеялась, выглядела такой счастливой. Я просто... И поэтому ты решил, что мне нравится Лука? У меня что, друзей не может быть? И ты даже не обратил внимания, что прямо сейчас я тут неуклюже пытаюсь тебе в любви признаться. Ну и чтоб ты знал, умник, это ты, а не Лука. Это всегда был ты. Мари, не уходи. Нет-нет, все в порядке. Увидимся в гостиной, Адриан. В глубине души я знала, что не стоит приходить. Ну правда, котик, ты никогда не думала о другой девушке, кроме Леди Баг? О девушке, с которой вы близки, давно дружите, а ты до сих пор не задумывался о том, чтобы взглянуть на нее с любовью? Потому что я слышала, что Леди Баг профи, и работу с чувствами не смешивает. Может, Мари все-таки права. С Кагами у меня не получилось, тем более после того, что она сделала. А Маринет? Маринет стала одним из самых важных людей в моей жизни. Я не хочу потерять ее, но... Я же не говорю тебе забыть о Леди Баг. Просто не закрывайся и от других вариантов. Кто знает, может тебя ждет сюрприз, и ты встретишь любовь всей твоей жизни. Прямо как я нашла свою, не ожидая этого. Но я не могу перестать любить Леди Баг. Кажется, никогда не перестану. Даже если она не ответит мне взаимностью. И я не хочу потерять Маринет из-за этого. Я не хочу видеть ее печаль. Она нравится мне. Но мне нужно... Мне нужно быть честным с ней. Маринет, прошу, остановись. Прости меня за то, что я сказал. С моей стороны, это было невестливо. И если ты хочешь уйти, я пойму. Но сначала, позволь мне сказать тебе кое-что. Последние несколько месяцев мы много времени провели вместе. Это чудо, что мы встретились. И я нашел в тебе такого надежного друга. Я пытаюсь сказать, что я... Ты тоже нравишься мне, Маринет. Мне так хорошо с тобой. Но я хочу быть честным с тобой. И дело в том, что... Есть... Есть одна девушка. И я люблю ее. Для меня она особенная. С первой нашей встречи я не могу перестать думать о ней. И не уверен, что вообще смогу когда-нибудь. Даже если она никогда не ответит мне взаимностью. Поэтому я и не могу ответить на твои чувства. Прости меня. Я правда не хочу причинять тебе боль. Но я не могу скрывать свои чувства ни от тебя, ни от нее. Пожалуйста, не плачь. Ты потрясающая девушка, Маринет. Помни об этом. Ты должна быть с тем, кто полностью посвятит себя тебе. А я не заслуживаю твоей любви. Все хорошо. Я понимаю. Но могу я хотя бы узнать, кто она? Ладно. Но обещай мне, что не будешь смеяться. Пожалуйста. Я никому не рассказывал. И я очень боюсь, что люди узнают, что это... Это... Леди Баг. Что за Леди Баг? И кто такая эта Леди Баг? Ой, стойте. Это же я. Это типа платоническая любовь? Ну я всего-то спасла его пару раз. Мы почти не общались. Секундочку. Это значит, я ему дважды нравлюсь. А кто же не любит Леди Баг? Ха-ха-ха. Ага. Могу я воспользоваться уборной? На минуту. А, конечно, да. Уборная... Пощипки. Я быстренько. Прям там. Тики Пят. Маринет, нет. Ты же знаешь, что не можешь сейчас использовать свои силы. Но Тики, как это возможно? Как он может любить Леди Баг, если он даже не знает ее? Я... Не понимаю. Адриан не из тех парней, которые влюбляются с первого раза в разных девушек. Кроме того, случая с Кагами. А единственный парень, с которым Леди Баг проводит дни напролет. И кто действительно ее может хорошо знать. Знаешь, я передумала. Может ты трансформируешься? Или о чем-нибудь другом поговорим? Нееет. Думаю, я все разрушил плак. Я напугал ее своим признанием, и она убежала в туалет. Каким еще признанием? Я сказал Маринет, что люблю Леди Баг. Я не мог врать ей. Ух, парень. Что же ты наделал? Это очень, очень плохо. О чем ты? Почему это плохо? Думаю, тебе стоит пойти и проверить, как она. Что? Но, Тики, это невозможно, что парень, которого я так люблю, оказался флиртующим котом. Я не понимаю. Маринет, тише. Адриан может тебя услышать. Как я могла быть так слепа? Адриан это кот. Кот это Адриан. И все это время мы любили друг друга. Это так нечестно, Тики. Я понимаю, что мы не можем быть парой. С моей стороны было бы безответственно раскрыть наши личности. Но Адриан не поймет, почему мы не можем быть вместе, если не узнает правду. Но отвергнуть его просто так, это разобьет ему сердце. Я думаю, ты права. Мы не можем раскрыть вас из-за возможной атаки бражника. Маринет, все хорошо? Да, я иду. Ну, Тики, идем. Мы должны разбить два сердца. О, Маринет, не говори так. Я верю, что одна из-за вы будете вместе. А сейчас я так горжусь тобой. А я нет. Адриан, мне надо еще кое-что сказать тебе. Конечно, но все в порядке, Меледи. Что ты сказал? Спросил, в порядке ли ты, Маринет. О, боже. Мне с этим не справиться. И почему ты выглядишь вот так вот восхитительно? Теперь я не смогу смотреть на тебя по-прежнему. Я не должна была сюда приходить. Это плохо. Очень плохо. Я знаю, ты неправильно. Я не должен был признаваться тебе. Я не хочу, чтобы ты злилась на меня. Но я пойму, если ты захочешь навсегда уйти из моей жизни. Соткнись уже и иди сюда. О, что происходит? Почему мы не можем там поговорить? Потому что я не хочу, чтобы кто-то узнал. Узнал что? Твою личность, Адриан. Я знаю, что ты кот Нуар. Чего? Я кот Нуар. Да кто вообще этот кот Нуар? Да я даже не знаю, о ком ты. Не мне говорить это, но даже если Леди Баг тоже любит тебя, боюсь, она не сможет быть с тобой. Маринетт, я понимаю, что ты расстроена. Но я не думаю, что ты злопамятна. Что? Нет, я не в этом смысле. Но я знаю, что мои слова правда. Я... Так, ну если это правда, скажи, как ты узнала, что она так думает? Потому что я знаю её и... Но как она могла рассказать тебе о своих чувствах, если она самый скрытный человек, которого я знаю? Я её лучший друг. Как ты можешь знать её лучше, чем я? Потому что я Леди Баг. Что? А, Адриан? Всё хорошо. Думаю, мне нужно... Да, знаем... Адриан, как ты? Я... Я не могу поверить. Это... Это ты? Да, это я. Это... Это потрясающе. Ты понимаешь, что это значит? Что мы наконец-то можем быть вместе. Навеки. Адриан, я... Я всегда мечтал об этом дне, когда узнаю, кто прячется под маской. И это оказалась ты. Я уже тысячу раз извинялся сегодня. Но я правда очень сожалею о том, что сказал тебе. О, да ничего. Мы же не знали. Маринет, пойдём потанцуем. Как думаешь, это хорошая идея рассказать Али и Нину, что мы теперь пара? Стой, что? Прости. Я так счастлив. Я слишком тороплю события, да? Адриан, я уже сказала тебе, что мы не можем быть вместе. Это слишком опасно. Но, Маринет, мы любим друг друга. Адриан, пожалуйста, не усложняй это ещё больше, чем сейчас. Разве ты не хочешь быть счастлива? Да, но это сильнее нас. Хотим мы того или нет, на нас лежит большая ответственность, Адриан. Мы всего лишь подростки, Маринет. Но мы не как все подростки. И что ты собираешься делать? Спрятать свои чувства на всю оставшуюся жизнь? Адриан, я правда, правда люблю тебя. Но подумай сам. Если бражник узнает, что Кот Нуар и Леди Баг пара, то станет играть нашими чувствами. Ведь мы будем совершенно беззащитны. А ещё я... Я не могу потерять тебя, Адриан. Не могу. Это не честно. Мы не заслужили такого. Я знаю. Но мы должны следовать правилам мастера Фу. Так будет лучше для нас. Прежде чем мы покинем эту комнату и вернёмся в реальность, я хочу, чтобы ты знала, что я никогда не перестану любить тебя. Маринет, я всю жизнь буду ждать момента, когда мы сможем быть вместе. Адриан, я... О, ну хватит болтать. Целуй его уже. Так, так, так. Ну и кто тут у нас? Кажется, я выиграл спор. Если честно, я не удивлён. Мальчик-то никогда меня не слушал. Цыцплак. Мы всё ещё должны следовать правилам, но по-моему. А теперь заткнись и дай ребяткам стать счастливыми. Раз и навсегда. Эээ... Мы можем продолжать или... Вперёд. Ладно, хватит. А теперь правила. Итак, первое правило. Встречаться будете только как Адриан и Маринет. Второе. Вы не знаете ваши личности. Если увидите мастера Фу, и он вас спросит, вы ничего не знаете. Это останется между вами. Я вам доверяю. Правило номер три. Я не желаю видеть тебя в комнате Маринет в костюме Кота Нуара. Ты меня хорошо услышал? Эээ, а чё это правило только для меня? Потому что Адриан, я знаю Маринет, она ответственная девочка и будет следовать правилам. А у тебя есть план, кот, которого ничего кроме его самого и сыра не интересует. Эээ, мы с тобой столько не виделись, а ты ко мне вот так относишься? Ладно, ладно, я тоже могу быть ответственным. Эээ, Сахарок, ты ж понимаешь, что когда мастер Фу всё узнает, моя ошибка будет ничто по сравнению с этим. Не думаю, что любовь всех подростков сравнима с вымиранием динозавров. Вонючий носок. Что ж, я должен признать, что счастлив за них. Пацан, конечно, глуповат, и хранить тайну было кошмаром. Хе-хе-хе, плак, я скучала по тебе. Эээ, я не глупый. Прости, я сказал глупый, я хотел сказать невинный. А, ну ладно. Видишь? Эээ, ладно, шутки в сторону. Маринет, Адриан, обещаете ли вы следовать скучным правилам Тики, любить друг друга и есть сыр до конца ваших супергеройских дней? Флаг, ну что это сейчас было? Ты как священник на их свадьбе, им же всего 16. Ты можешь хотя бы к чему-нибудь относиться? Серьёзно. Ээ, ну я же серьёзен. Я просто не могу сдержаться в такой момент. Их счастье пробудила во мне романтика. Горько. Флаг. Тебе не кажется всё это каким-то безумием? В смысле, я до сих пор не могу поверить, что я теперь с девушкой моей мечты. Знаешь, ты очень милый. О, я думаю, лучше Аля и Нина пока ничего не говорить. Мы можем, ну знаешь, сближаться постепенно. Сходить на свидания, позаниматься вместе. Ну, можем начать с танца сегодня. Да, это было бы идеально. Но думаю, нам надо дать пару минут тем двоим. Похоже, у них больше проблем, чем у нас. Ты думаешь? Тики никогда не рассказывал мне о Плаге, кроме того, что он ест сыр. Много сыра. Да, Плаг почти каждую ночь зовёт во сне Тики. О-о-о. Что-то случилось, Плаг? Да. Ну, то есть, нет. Я давно хотел сказать тебе, прости, что так долго не был с тобой. За то, что разочаровывал тебя и плохо себя вёл. Но, Плаг, мы оба знаем, что ты делал это для защиты наших супергероев. И это гораздо важнее, чем мы. Я знаю. Но есть вещи, которые не дают мне спать по ночам. Дело в том, что... Что я люблю тебя, Тики. И я счастлив, что теперь мы будем видеться чаще. О-о-о, Плаг. Ты не представляешь, как сильно я люблю тебя. Первое, что я сделаю, это приготовлю тебе обед с сыром. Эй, ребята, вы закончили? Мы уходим. Что такое, Адриан? Почему ты так на меня смотришь? Ничего. Просто перед тем, как мы вернёмся в гостиную, могу я... Могу я кое-что попробовать? Ну, знаешь... Ну, да, но... Что? Просто закрой глаза и... О-о-о, да. Простите, что прерываем красивый момент, но, Адриан, отец ищет тебя. Ты сделал фотку, да? Адриан, сейчас же это фото. А мы хорошо получились. Адриан! Ох, вы двое столько нам должны объяснить. На всему своё время. Может, на двойном свидании? Как думаешь, Нино? Ага. А ещё скажете спасибо, что это мы вас нашли. Да, твой отец хотел отправить Натали, но мы предложили себя. Что-то нам подсказывало, что если она найдёт вас, то будет скандал. И вот, поглядите. Ну, я думаю, время вернуться в зал. Да, голубки? Обожаю эту песню! Ребята, быстрее! Эй, что не так? Ну, я думаю о том, что мы и на пять минут не смогли всё скрыть. О, да. Но, знаешь что, я уверен, что всё будет хорошо. Я не сомневаюсь в этом. А почему ты так уверен в этом? Ты не боишься того, что приготовила для нас будущее? Да, но нет такой битвы, которую мы не сможем выиграть. И теперь, когда мы вместе, всё возможно, моя леди. Ну, после такого комикса вы просто обязаны устроить голосование в комментариях. Луканет или Адринет? Пишите скорее, что думаете. Что-то новое почитать можно на Леди Блоге. Ссылка в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг ещё почему-то этого не сделали. Спасибо, что смотрите и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok